Ребята, всем привет! Давно не было серии про ГТД 350. Но это и не удивительно, потому что с головой ушел в конструирование супер микро реактивного двигателя. Там дело неплохо идет, но и ГТД 350 не нужно забывать, потому что никто его кроме меня здесь у меня в мастерской не соберет. В этом видеоролике продолжим сборку этого двигателя. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, что этот двигатель полностью внутри был засыпан песком, известью и прочей гадостью. Я его чищу, собираю, и мы попробуем его стартануть, хотя бы как-то запустить, посмотреть. В идеале хочется на всю его стартануть и посмотреть, что будет. Займемся ремонтом поджигающего устройства. Без этой штуки мы не сможем поджечь топливо в камере сгорания. Это, так сказать, керосстарт. Здесь установлена свеча, здесь должна быть какая-то форсунка. Еще не разбирал, не знаю. Вот сейчас разберем, почистим, продуем и посмотрим. Заодно проверим модуль зажигания. Вот эта штука должна вырабатывать адскую искру на свечу. Здесь правда было обрублено. Надеюсь, он рабочий. Если, конечно, он не рабочий, воспользуемся тогда уже китайскими маленькими модулями зажигания. Они меньшей мощности, но, тем не менее, тоже имеют право на жизнь. Вообще, конечно, хотелось бы посмотреть, что там у него внутри для начала. Может быть так и сделать? Любопытство все-таки. Штука эта очень ценная и в то же время смертельно опасная. Здесь очень мощная искра вырабатывает. Вот что внутри. Ни фига не понятно. Вот это я разбирать естественно не буду. Это катушка. Сразу видно, она вон там залитая. Это какое-то что-то подобие резистора. Кстати, вот непонятно потертости вот эти откуда. Прям стерлась стеклоткань. Неужели здесь какая-то вибрация была, что она стирается? Вот, кстати, следы потертостей. Прям выяло в алюминии ямки. Как оно так? Провода не протерлись вроде бы. Надеюсь, ничего здесь не коротило. Это непонятно что. Возможно, реле какие-то. Возможно, переключает и делает щелчок на катушку. В общем-то, как-то так оно выглядит. Обозначено вот плюс, вот минус. И к свече вот этот вывод. Сейчас мы и попробуем. Сделал контакт вот такой. Подключил батарею. Батарея на 25 вольт. Три, два, один. Работает отлично, ребята. Какой-то звук интересный от нее исходит. Вот это жесть! Вот это мощь! Вот это искра будет шумовая. То, что модуль зажигания работает, это, конечно, вообще просто супер. Такая штука в хозяйстве пригодится в любом случае. И не только для ГТД 350. Смотрим свечку. Вот такая она. У меня есть такая, посвежее. Если что, ее используем, если это не рабочая. Скорее всего, она рабочая. Это уже в тесах надо откручивать. Кстати, тоже легко сорвал. Ружина какая-то ржавая. Здесь есть отверстие. И три из них забитые. Я так предполагаю, нужно их прочистить. Они участвуют в работе. Ну а вот детали форсунки. Нужно пробить отверстие. Вот это вот сильно не сгнило. Думаю, притереть и все будет работать отлично. Плохие новости. Вот это основная деталь форсуночная. Она прогнила насквозь. И здесь вот нехорошее отверстие. Вон оно как выяло. Придется делать эту деталь заново. Выточу из столя. Деталь сделаю из болта от рейндж ровера. ТВ-станок, который не умеет отрезать. Спокойно все отрезает. Без всяких проблем. Я делал видео на эту тему. Просто часто спрашивают меня, бывает в личку, как сделать, чтобы отрезал станочек. Вот что получилось. Здесь сделал зенковку небольшую. Здесь осталось сделать пропильчики и все будет готово. Ну а вот и пропилы сделал просто дремелем. Правда пришлось заточить камень поострее. Подключаем. Ух ты! Еще раз. Выключай. Непонятно, что-то крайне маленькая проходимость получается. Забилось, наверное, грязью какой-нибудь. Вот оно получается, пыль как раз на свечу летит. Вон там пыль превращается, летит на свечу. То, что надо. И свеча будет поджигать его. Выключай. Почему оно так много сыпь? Непонятно. Прочистил форсунку, видно забитая была. Сейчас молотит вообще жестоко. Не знаю, надо ли так много для поджига. Вот даже отсюда вот идет. Сейчас подам сюда компрессором и посмотрим, что будет. То есть в одно из этих отверстий. Именно так оно и будет работать в двигателе. Так задумано точнее. А ну-ка. Это надо заткнуть. Здесь свеча должна быть. Ну как-то так, ребята. Распыляет жестко. Всё отлично. Приступил к сборке силовой цепи. Ставлю клеммы. Они немножко не подходят. Я их вот здесь подбираю. Уже целую кучу собрал. Но немножечко они как-то разнятся. Вот здесь вот они сжиматься не хотят. Лопаются. Но тем не менее, борюсь с этими эффектами, ребята. И собираю силовую цепь. Для начала хочу соединить два аккумулятора. Всё это нужно для запитки вот этого огромного стартера. У него мощность где-то 7 киловатт. Одну клемму уже сделал. Это минус. Ну а на плюс нужно будет подкидывать аккумуляторы через реле. Есть такая интересная коробка. Что там внутри, мы посмотрим чуть-чуть позже. Но я уже сразу вижу, что там есть огромное силовое реле. Вот через него мы, наверное, и будем запитывать. Ну а пока откручиваю вот эти штуки. Кабель уже подготовил. Вот такой гигантский исполинский. Не знаю, сколько здесь квадратов. Но диаметр здесь около 10 миллиметров. Диаметр всех этих жил должен справиться. Вскрыл я эту коробку. И вот что мы видим. Здесь просто масса всего интересного. Видно есть мега-реле. Вот это. Как раз таки от него идёт на клеммы. И ещё есть ещё что-то. Я не знаю, что это такое. И вообще это, по-моему, какой-то супер компьютер, ребята. Здесь по программе всё работает. Потому что я узрел здесь распределительный вал. Какой-то с кулачками. Он распределяет по особому заданному алгоритму замыкания и размыкания контактов. Там есть электродвигатель. Вот он. Вот это. Ничего себе! Что за прострелы? Не, показалось. Думал, радиацию уже нашел. Ну ладно, друзья, откладываем эту штуку. Здесь, как оказалось, не самое большое реле, которое у меня есть. А так как я собрался стартовать по максимуму, мне нужны самые большие реле. Вот они. Нужно как-то их снять. Эти болты для подключения выглядят очень эпично. Поэтому снимаю это реле и буду базировать на нем систему запуска электростартера. Достал несколько очень мощных реле. Некоторые, судя по цифрам, на 400 ампер рабочий ток. Вот такие гигантские реле. Есть немножко поменьше. Судя по цифрам на 200 ампер. Но это не точно, ребята. Также я добыл тот самый суперкомпьютер. Хочу показать вам, как он работает все-таки поближе. Прелюбопытнейшая вещь. Он получается 8-битный. Потому что здесь 1,2,3,4,5,6,7,8. 8 каналов управления. Вот эти кулачки нажимают на контакты. Их можно программировать как угодно на длительность нажатия. Потому что здесь два кольца и их можно вращать вокруг. Тем самым увеличивая либо уменьшая длительность. Также здесь есть гайки, которые можно отпускать и вращать по кругу эти кольца. То есть ориентировать их расположение по-разному друг относительно друга. Вот такая вот система, друзья. А еще здесь есть промежуточная коробка передач, которая увеличивает скорость. Итак, подключаем и все показываю. Что-то мне подсказывает, что это просто супер полезная вещь в хозяйстве. Вот так она, ребята, подключается, крутится вал и нажимает на контакты. Если мы замкнем вот этот провод, то скорость работы увеличивается. Видно весь алгоритм работы. Контакты щелкают. Ну а вот сюда можно подключать различное оборудование. Видите, здесь даже уже все пронумеровано. Вот этот самый здравый. Пришло время ставить запальную систему. А стартер я уже собрал на самом гигантском пусковом реле. А еще подсобрал маленький пульт и уже оно стартует. Правда, по-моему аккумуляторы сели. А точнее вот этот старый аккумулятор вздыхает очень быстро. Ну да ладно. Показываю, как работает запальник. Ставим его вот сюда, в это чудесное гнездо и закручиваем. Следом заряжаю основную форсунку. Жизнь ее изрядно потрепала, но она не сдается. Поставил заряжаться дохлый аккумулятор. На всех парах заряжается. Хочется, ребята, хоть как-то покрутить его и попробовать хоть чуть-чуть поджечь. Хотя бы капельку. Прям запускается сразу. Эта дичь. Эта дичь. Узывика надdate поостегу. Не удовольствие! Ставим Syrты и соцвет LLC. Эта дичь. Эта дичь. Газа мало, не хватает. Надо посерьезнее что-то. Посерьезнее надо. Слишком маленькая подача газа. Главное,процесс пошёл. Главное,поджигается. Вот в чём прикол. Сейчас попробую по-другому чуть-чуть. На большую форсунку поставить. На газу должно поджечься. Переставил форсунку. И надо пробовать ещё раз. Вставайтесь все, блин. Поехали. 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 Мне нужен тройник, так не зажигается. Только взрывается всё. Жестко причём. Подключил сразу две форсунки через тройник. Сейчас опять попробую. На этот раз поджиг должен нормально работать. Прошлось. В общем, как-то так. Старкер сдох, батарейка сдыхает. Надо с этим что-то делать, что-то решать. Ну а так всё зажигается и может быть даже будет работать. Поставил новый аккумулятор на подзарядку. Ну а старый я пробовал. При нагрузке просто в ноль падает у него напряжение. Тогда как у этого падает лишь до 9 вольт. Буду менять второй аккумулятор. Ну а у меня на этом всё, ребята. Кому интересно следить за судьбой двигателя, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Первоначально запускал на газу, потому что на нём гораздо безопаснее и проще поджигается двигатель. В следующий раз уже будем пробовать на керосе стартовать. На керосе в тысячу раз больше мощности. Но он немножко труднее поджигается. Если в камере сгорания много жидкого накопится, то может быть очень много огня. Не безопасно.